Я тут давеча с воком баловался, и так как вок это в большей степени фритюрная история, то есть там удобно жарить во фритюре, особенно если есть шумовка большая и так далее, и хотелось чего-то сладкого. Творожные, так сказать, пончики, но это не совсем пончики, да, пончики мы же всегда представляем, что это что-то с дыркой, да? Вот творожные такие будут шарики. Творожные шарики сделаем быстро. Я делаю на глаз. Вам должно быть понятно, поэтому я специально подготовил весы, буду через весы все это делать. Творог 9%, массовая доля жира 9%, и такой он суховатый. Такой суховатый. Значит, отмеряем. 200 граммов творога. Ну, много не будем жарить, это вы уже там потом просчитаете сами, добавите. Нет, хочется мне все-таки до 250. Вижу, по объему в тарелку войдет. Все это даже вот так. Я взял 300 граммов творога. Сюда добавляю 2 яйца. Яйца у меня большие. О, 60 граммов каждая. Получается, 120 граммов яиц. 122. Теперь сахар. 60 граммов сахара. 70 граммов муки. Цедру. По вкусу. Тут у меня, видите, кусок оставался. Я ее поэтому и снимаю. Пол лимонной цедры. Вкусно. Творог с лимонной цедрой. Вообще огонь. Все, цедры надербанили немножко сюда. О, хорошо. Чайную ложку лимонного сока. И ванильный сахар. У меня ванильного сахара нету. Я нет-нет, да и болтаюсь по всяким кулинарным магазинам. В частности, по кондитерским. Поэтому у меня есть всякие вот такие баночки. Это вот ванильный экстракт на основе глюкозы, я так понял, наверное. Состав сироп глюкозы. Натуральный водно-спиртовой экстракт ванили. Бурбон 10%. Вода, карамелизованный сахар. Ну, короче, экстракт ванили у меня вот такой вот есть. У меня его и не бывает такого. В этот раз был в кондитерском магазине, купил. Потом он заканчивается. Еще что-то разное всякое бывает. Суть одна. Ваниль нужно добавить в творожные пончики. Поэтому небольшое количество добавляю сюда. Тесто должно быть в меру густое, в меру жидкое. Не должно быть. Будет сильно густое, получится булочки жареные. Будет сильно жидкое. Внутри будет такая. Еще зависит размер. Сильно большие не надо. От температуры масла. В общем, все буду рассказывать по пути. Так, недостаточно. Значит, у нас густой. Еще досыпаем 70 было муки. Да, еще, наверное, 30 я досыплю. Теперь примерно похоже на правду. Вот образовалась техкарта пончиков. Ворожных. Значит, нужно хорошенечко размешать. Посмотреть, что у нас с тестом. Мало муки все-таки. 30 это у нас 100. И 50. 150. Во! Это похоже. Всегда очень сложно, когда ты делаешь все на глаз, опираясь на текстуру. Кстати, большинство наших мам и бабушек так вот делали, да? С этой историей я частично попрощался, когда впервые ко мне попала техкарта моих блинов. Кстати, которую почему-то никто не смотрит. Я не понимаю, почему. Блины блины вообще культовые. Мало очень людей смотрит. Но техкарта блинов попалась. Я тоже спорил еще с шефом Рустамом Нитангировым. Другим. Другой Рустам. Рустам. Забыл его фамилию. И он мне говорит, блины по техкарте надо делать. Я ему говорю, да все же делают. На глаз. Он говорит, слушай, у поваров так не бывает на глаз. Мы же должны их посчитать, поэтому мы вынуждены делать техкарту. А когда ты делаешь техкарту, и потом у тебя каждый раз получается одинаково вкусный блин, ты думаешь такой, а почему все на глаз делают? Вот же есть техкарты. Это же круто, когда у тебя получается одинаковое качество блина. Потом я дальше столкнулся с тем, что да, люди делают себе вкусно блины, но когда ты делаешь одинаково их, то у тебя просят такие, типа, есть раскладка? Сделай, дай нам раскладку там. В Митрополе Андрей Шмаков тогда просил для Митрополя раскладку. Саня Белькович для своего рейстика попросил раскладку, я ему отослал. Очень удобно, кстати, когда есть у вас раскладка, вы прям отправляете. Точно знаете, что вот этот человек будет использовать вес и получит точно такие же вкусные блины, как у меня. Как бы показать, какое по текстуре должно быть тесто. Вот оно. Видите, его видно, что оно прям тесто. Такое эластичное, мягкое. Ему нужно дать немножко постоять, минут 15 хотя бы. Пленочкой накрыть его для того, чтобы оно не заветривалось, чтобы контакт был. Оно разоварится, клейковина заварится, тогда будет удобно его выпекать. Можно на пробу всегда пожарить, посмотреть, какая температура масла. И пожарить кусочек теста для того, чтобы понять, как оно себя ведет. Ну вот 180, это самая оптимальная такая для вот этого количества сахара. Будет 185-190, будет сильно быстро карамелизоваться сверху, а внутри будет не успевать пропекаться. Теперь перед самой жаркой ложечку разрыхлителя. Добавляю и аккуратно еще раз вымешиваю. Во-первых, чтобы разрыхлитель с творогом. Творог кислый, там еще немножко лимонного сока. Сейчас он начнет работать прям быстро-быстро. Главное хорошенечко размешать тесто и подготовить кулечек. У меня одноразовые кулечки, я их покупаю, не знаю, в хозяйственных магазинах есть такие кондитерские мешки. Штука очень удобная. Я рекомендую или в интернете где-нибудь можно заказать. Их там прям вот поменьше, подешевле, побольше, подороже. Их прям на очень долго хватает в домашних условиях, если вы не кондитер. Кондитером, конечно, мало хватает. Самый-самый кончик отрезаю, чтобы воздух шел, да? Когда буду накладывать тесто, чтобы оно там не толпилось. О! О! Как оно в разрыхлитель пошел! Прям огоньский огонь! Быстренько! Сразу предупреждаю, штука заразная, готовьте побольше. Даже двойную порцию можете сразу же там наматывать. Я в прошлый раз, говорю, сделал. И пришлось еще два раза делать. Причем были у друзей в гостях, что-то не спалось. Ребята выпивали венца. Я еще ржал над ними, говорю. Может вам десертик какой-нибудь, они говорят. Ну да, было бы прикольно. Ему я вот эту штуку намешал, говорю. У друзей из Соколовых наших, я говорю, Ксюха, найдешь творожочек, муку, сахар, давай. Замутим. Вообще было не оторвать. Они говорят, блин, что это такое, что это, ужас какой. Мы же все потолстеем. У нас же как? Все, что печеное, вроде как вредное. Ну, с одной стороны, да. А с другой стороны, мы же все знаем, куда деваются углеводы, если ничего не делаешь. В жопку. И тут еще складка возникает. А если ты на фитнесе, на спорте, куда деваются? Да не знаю, вон, видите, гусиная кожа какая, блин. Тут какая жировая прослойка. Здесь вообще надо кормить и кормить еще меня. Я в Красноярск приезжаю, мама говорит, что-то ты это схуднул, что ли? 170. Ну, окей. Значит, ножницы берем. Техника та же самая, как и на маленьком канале. У меня есть ролик про Чуррос. Вот техника такая же. Ножницами обрезаем тут какую-то предварительную, на свой взгляд, толщину этого кусочка. Нужно какой-нибудь шумовочкой нужно обязательно. Начинаем отсаживать. Опа! И пока никуда не едем. Теперь смотрим, чтобы у нас тут все равномерно зажаривалось. Шурудим, чтобы у нас ничего тут не прилипало. А то они так и норовят, так и норовят. Убираем огонь на минимум 150. Показывает. Но пюрометр берите подороже, друзья. Взял недорогой, врет, как всевымерен. Все, жарим, следим так, чтобы вот температура нам для чего нужна? Низкая. Чтобы жарился вот этот вот пончик, похожий на воздушную кукурузу из пакетика в советское время. И чтобы мы не спалили сразу все бока. Чтобы он пропекся изнутри. Короче, когда когда пончики все готовы, прям берете их и пудрой, пудрой, пудрой посыпаете. Когда будете пробовать во время жарки, будет ощущение, что как бы сахара немножко не хватает внутри. Это все обманчиво. Пудра все наверстает, друзья. Так что получается вот такая вот вещица. Красиво. А вкусно как. Хрустит. Сладко-ванильный, творожный вкус. Все очень просто. В инстаграме, кстати, я у себя выкладывал фотографию жарящихся пончиков. И там столько было, типа, сделайте рецепт. Это же так просто и так вкусно. У нас в рецепте с чуросом есть два вида соусов. Можно эти соусы к ним сделать. Можно просто взбить сметану с сахаром и макать эти штучки в сметану с сахаром. Можно в сгущенку. В общем, это очень вкусно. Классно. Да, не очень полезно, но приятного аппетита. Попробуйте, будет вам кайф.